В эфире Омск ТВ новости. Смотрите сегодня. Омские леса объедают шелкопряд. Быть или не быть экологической катастрофе. Хуже всех, Омская область заняла последнее место в национальном эко-рейтинге. Диалог во имя мира, как в Омске прошел международный форум. Первые шаги, как юные футболисты РТШ проводят дебютный сезон в своей лиге. Омские леса объедают шелкопряд. Жители региона массово сообщают о нашествии насекомых. Видеоподтверждение накануне опубликовали в социальных сетях. На кадрах деревья практически без листвы. Автор называет ситуацию экологической катастрофой. Известно, что в ролике запечатлен лесной массив, который расположен в направлении Андреевского дома-интерната. Следом, на изъеденные деревья начали жаловаться жители Азовского, Кормиловского, Калачинского и других районов области. В Главном управлении лесного хозяйства подтвердили. Наблюдается повышение численности непарного шелкопряда. Это происходит из-за погоды. Чем жарче, тем больше вредителей. Леса уже начали обрабатывать. Новая вспышка началась в Новосибирской области раньше, чем у нас. В настоящее время непарный шелкопряд мигрирует к нам. Обрабатываются леса, где расположены рекреационные зоны. Леса возле населенных пунктов, а также вдоль автомобильных дорог. Это потенциальные пути миграции вредителя. Всего в 2022 году будет обработано 10 тысяч гектаров леса. Уже проведена обработка в граничащих с Новосибирской областью, Оконечниковском, Калачинском, Черлакском и Кормиловском районах. Да, будет неприятно. Деревья первое время будут стоять без листвы. Но к августу, как показывает практика, листва начнет отрастать вновь. Последнее место Омская область оказалась на самой низкой позиции в национальном экологическом рейтинге. Он был составлен по итогам весны 2022 года. Наш регион занял 85-ю строчку, как и зимой 2021-2022-го. Также в красной зоне по соседству Сомской находятся Иркутская и Свердловская области, Забайкальские и Красноярские края, Челябинская область, Приморский край, Севастополь, Якутия и Еврейская область. Этот рейтинг опубликовала организация «Зеленый патруль». Эксперты составляли его, исходя из обращений граждан, происшествий, экопроблем, информации о выбросах и загрязнениях в СМИ. Напомним, по итогам мая уровень загрязнения омского воздуха оказался высоким. Посты наблюдения зафиксировали превышение допустимой концентрации аммиака, оксида углерода и пыли. Сохранение аутентичности, преобразование заброшенных городских территорий и развитие сельских поселений. Главный архитектор теперь уже не города, а Омской области Наталья Старченкова поделилась планами на будущее в новой должности. По словам замминистра строительства, самое главное в архитектурном развитии города – комфортная среда для жителей, когда каждая территория приносит пользу и не простаивает. А для того, чтобы ожидания совпадали с реальностью, архитекторы должны сопровождать проекты на каждом этапе реализации. Сейчас такое практикуется только в случае с городским садом. Что касается развития сельских поселений и городов Омской области, Наталья Старченкова уверяет, главное сохранить самобытность, но без вреда для их развития. В пример приводит Тару, которая, по ее мнению, могла бы стать центром притяжения туристов. Тара – это как раз одна из таких точек, которая должна максимально сохранять свою аутентичность и развиваться именно как туристический центр. Чтобы у нас была возможность там и сохранять, и преобразовывать существующее здание, и при этом строить новое, развивать, мне кажется, что здесь очень хороший пример – город Томск, который умудрился и сохранить свою деревянную архитектуру, и при этом дать толчок для развития, наполнить, насытить ее различным функционалом. В Омске прошел международный форум приграничных территорий России и стран СНГ «Да будет дружба, искренней и честной». Ключевое мероприятие – круглый стол, общественная дипломатия, диалог во имя мира. Делегации из Алтайского края, Республики Саха, Казахстана, Башкортостана, Узбекистана представили свои успешные практики, опыт работы институтов гражданского общества, внешнеполитические стратегии, культурные проекты. Не случайно Омская область, как приграничный регион, в очередной раз стала центром народной дипломатии. Вся история нашего региона – история дружбы и доброго соседства. Свыше 96% жителей удовлетворены межконфессиональными и межэтническими отношениями. Этим можно гордиться. На территории области в мире и согласии проживает 120 народностей. Вся наша история Омской области – это, собственно, история дружбы. Ничего иного не было. Что интересно, даже Омская крепость, это рубежный участок такой, ни разу на него никто не напал. Я бы тоже, наверное, отнес это насчет наших предков, дипломатов, которые диалогом умудрялись сделать так, что все жили в мире. Важный ресурс развития общественной дипломатии и международного сотрудничества – это дома дружбы. Прошедший форум стал опорной площадкой для обмена опытом и укрепления взаимодействия между странами и регионами. Итог работы круглого стола – принятие резолюции и подписание договоров о культурном сотрудничестве. Именно народная дипломатия является тем инструментом, который объединяет народы. Мы говорим о том, что очень важно укреплять доверие. Доверие между людьми, доверие между народами, доверие между государствами. А откуда это доверие появляется? Оно появляется именно из этих личных встреч. Когда мы встречаемся на разных форумах, круглых столах, на фестивалях, мы лучше узнаем друг друга, мы начинаем понимать друг друга и, самое главное, доверять. На сцене концертного зала – открытие масштабного форума и голоконцерт творческих коллективов и солистов России и стран СНГ. Десятки разнообразных номеров с особенными хореографическими и вокальными традициями. Гостей поприветствовал первый зампред правительства Омской области Дмитрий Ушаков. Этот проект начинался 18 лет назад как форум, фестиваль, точнее, культур приграничных территорий России и Казахстана. Сейчас, в 22-м году, фестиваль вышел на новый уровень. Он поддержан Федеральным агентством по делам национальности. В форуме участвуют 13 делегаций. Концертную программу открыл государственный академический Омский русский народный хор. Зрители также увидели выступления грузинских танцовщиков, алтайских солистов. На сцене провели традиционные обряды коренных народов Севера, артисты из республики Саха. Международный форум «Да будет дружба искренней и честной» завершился 13 июня после масштабного празднования Дня России. В России могут измениться правила предоставления отпуска по уходу за ребенком. К примеру, женщины смогут сократить декрет и получать больше выплаты, либо уменьшить пособие и продлить отпуск. Проект уже направлен в Госдуму. Инициатором нововведений стала Общественная палата России. По мнению ее представителей, после принятия изменений у женщин появится возможность самостоятельно выбрать срок декрета и не потерять при этом деньги. Вместо нынешних полутора лет и 40% от зарплаты можно будет взять отпуск на 9 месяцев, но получать 80% от зарплаты. Или же продлить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, но получать только 20%. В День молодежи для мечей споют популярные артисты. Региональная Минспорта представила праздничную афишу. Музыкальный марафон стартует в 18.00 26 июня. Выступят как местные, так и приглашенные музыканты. Вести шоу будут известны юмористы Айдар Гараев и Виктор Щитков. Хедлайнерами фестиваля станут поп-певица Люся Чеботина и группа Добро. Они исполняют свои самые громкие хиты. Помимо концертной программы, мечей ждут конкурсы и интерактив. Вход свободный. Омский Иртыш успешно проводит дебютный сезон в ЮФЛ «Сибирь» и держится в группе лидеров. Футболисты, которым еще нет 18-ти, выступают в первом чемпионате Сибирской юношеской футбольной лиги и делают это весьма уверенно. После трех туров на их счету две победы. Последнее случилось аккурат в День России. В первом домашнем матче сезона парни разгромили соперников из Новокузнецка. То, что о мяче настроены серьезно, было понятно еще до игры. Первый раз с соперником играем таким, с микролургом. Думаю, мы будем физически посильнее. Волнение есть или некогда волноваться? Надо готовиться к игре. Волнение, оно всегда, думаю, присутствует. И такой масштабный турнир. Но думаю, немного, может будем волноваться, надо справиться с этим волнением. На домашнем поле игроки Иртыша и действовали по-хозяйски. Еще в первом тайме они забили четыре мяча, а свои ворота сохраняли в неприкосновенности до самого конца. И не дали гостям реализовать даже пенальти. Вообще в ЮФЛ, несмотря на возраст участников, все происходит по-настоящему, по-взрослому. Для спортсменов это, по сути, переходный этап между детским футболом и профессиональной карьерой. Поэтому приходится привыкать к другим нагрузкам и учиться мыслить тактически. Подход меняется, потому что раньше мы выезжали, играли как бы турами. Приезжали 3-4 дня, играли, потом обратно. Здесь у нас игра каждый день, ой, каждую неделю. Неделю дома, неделю на выезд. Это совершенно другой график. И к этому графику нужно подстраивать тренировочный процесс, процесс восстановления. Это уже более-менее приближенно к графику более команд-мастеров. Поэтому здесь уже они немножко испытывают те нагрузки, которые испытывают как бы взрослая команда. Юношеский футбол сегодня переживает второе рождение. Не так давно глава Российского футбольного союза Александр Дюков анонсировал расширение ЮФЛ, чтобы дать будущим звездам футбола регулярную и качественную соревновательную практику. На федеральном уровне к чемпионатам среди спортсменов до 18 и 17 лет прибавилась Лига 16-. На региональном, помимо турниров на Дальнем Востоке и Северо-Западе страны, возникли лиги по федеральным округам. Подключились Сибирь, Приволжье, Центр, Южный и Северокавказский федеральные округа. Бьют за победы и девушки. Я думаю, как раз Юношеская футбольная лига и создана для этого, чтобы дать большой импульс. Потому что не во всех регионах было развитие футбола. Но благодаря Юношеской футбольной лиге мы получим колоссальный скачок. Это ступенька, где молодые игроки могут открыть для себя дорогу в большой футбол. 20 июня Иртышу вновь предстоит выйти на поле. В домашней игре юные речники встретятся с соперниками из Челябинска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова